Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас он появится, он вам расскажет все про всех лицарей. Кто это такие? Откуда они? Добрый день, уважаемые участники! Служите, служите, служите! Мы начинаем этот турнир. Итак, сейчас я представлю вам благородных участников турнира. Благороднейший и почтеннейший капитан защитников месье Андре Деувен. Прошу вас приветствовать его! Маршалы турнира, прошу вас! Маршалы турнира — это самые важные люди, потому что от их суждения будет зависеть, насколько честными будут поединки. Они будут их судить. Их опыт, доблесть в боях проверены многими годами. Это самые опытные и достойные воины среди нас. И именно они будут судить этот турнир. Прошу вас приветствовать! Сейчас я лично вам их представлю. Гитрих фон Абенгау! Игорь Загорский! Гастон Фет-Дефа! Третий! И Белояр! Прошу вас, маршалы, займите свое место. Боярин Артемий Бричкалевич и его двор! Как вы видите, этот рыцарь очень прозен. Его знамена показывают гарпию. Этот рыцарь никому не даст простить обиду. И сам ее никому не простит. Сейчас я представлю вам рыцаря со стороны партии защиты. Двор Киселлиуса фон Перна! Водородный рыцарь Киселлиус фон Перн, продемонстрируйте свой герб, знамена и достоинство, выраженное в грамоте, если у вас она есть. Будете ли вы ее зачитывать? Тогда представьте, пожалуйста, ее на суд общественности. Дело в том, что в Средневековье грамотность это была большая редкость. Вот и воины, слуги, мессира не все умеют читать, а ему это, собственно говоря, и не нужно. Все, спасибо! Достаточно! Твор Сэра Оливера Найтли! Скажите, если у вас свой герой, то или мне, позволите представить вашу послание? Я, Ричард Спенсер, геральдмейстер Флоренса, геральдический король Англии, удостоверяю и довожу до сведения светлейшего общества, что сэр Оливер Найтли, принадлежащий к нормандскому роду, милостью Божией отдавший все годы своей жизни короне Англии, заслуживает соответствующего почета. Итак, хочу вам представить теперь еще одного армии Средневекового двора со стороны партии защитников. Витамс он в Люгагихайме! Я, Серж Григорь Беллиган Фроллов Деберг, Владительный сеньор Фролловсберга, господин Фролловсхолм Монор, Ленворк, Банерет и Шеттелен, здесь и сейчас, говорю от своего имени и выполняя свой рыцарский обет, представляю достойнейшего и сильнейших, равного среди сильных. Изрублен щит, изублен меч, и в дырах кот-то на плечах, но в ожидании новых сечь горит огонь в его глазах. В бою отважен и силен, и пытр, как черный смерч, Ему завидует Самсон, его страшится смерть. О ярой храбрости его легенды ходят уж, Он не боится ничего, таков пред вами муж. Лишь лязг брони и звон мечей на слух ему милы, Он в буре битвы корончий, и нет такой волны, Которую наш герой легко не покорит. А клич его, как волчий вой, кровь в жилах леденит. Король ресталищ и полей бугурных перед вами. Итак, встречайте, Витус сын Георга фон Флюгенекапа! Итак, представляем следующий рыцарский двор С остальной партией зачинщиков. Хочу вам представить рыцаря, имя которого Ярость. Прошу вас, сэр Андре Долараш! Прекрасная дама будет защитывать эту крану От этого чудного рыцаря. Я, Жилькове, гербовый король Монсеньора, Герцога Бургунского, Удостоверяю и довожу до всего общего сведения, Что Андре Ден Са, Известный также под именем Андре Долараш, Людый, посвятивший многие годы своей жизни военному делу, Согласно рекомендации своего командира И капитана лучников дела Монсеньора, Андре Део Вена, Безусловно заслуживает, Дабы и его самого, и его потомка Всюду принимали с должным уважением. Итак, следующий двор со стороны партии защитников. Прошу вас, сэр Леон Даманевье, Марк Граф Белфрийский. Грамота этого рыцаря упакована в аккуратный кожаный тупо, Чтобы, не дай бог, не испортить ее. Так, это выписка из кодекса правского ворчестя, Которым мы будем заверять благородное происхождение сэра Леона. Я, благородный рыцарь ордена всадников госпиталя святого Иоанна Иерусалимского прая, Владительный граф Морфул, владеющий право высокого, среднего и низшего суда, Всем удостоверяю, что посвятил в рыцаре благородного и доблестного воина Леона Даманевье, Марк Графа Белфри, Вассала, преславного и премочтенного сэра Филиппа II Плантагенета, Графа Куатеринского, Во имя отца, сына и святого духа. Сэр Леон посетил этот турнир по вызову другого рыцаря. Сэра Леона вызывает на бой на двуручном оружии сэр Андре Делараж. Сэр Леон принимает этот вызов, А также Андре Делараж вызвал еще одного бойца, Сэра Сэржа Вон Клигана, который также принимает его вызов. Сэрж Вон Клиган, вы принимаете этот вызов? Сэрж Вон Клиган сейчас подойдет, А я хочу свидетельствовать, Что этот бой между нами будет во имя христианской веры, Братской любви и славы прекрасных дам. И прошу одну из дам двора сэра Андре, Капитана лучников тела Монсеньора, Повязать на рукоять моего меча какой-нибудь символ. Обратите внимание, сейчас состоится акт чести. Благородные сеньоры, Наша бургундская дама Аньес де Оржен в свою руку. А сейчас благородные люди. Я прошу вас, этот знак называется импризом. Я прошу вас коснуться взаимно. Знаков дамского благоволения, Это будет знак вызыва на бой. Если вы его касаетесь в клубах, Владаете и срываете, Это значит, что бой будет до победного конца, До смерти одного из участников. Если вы его касаетесь со всей возможной почестью, Это значит, что между вами нет кровной вражды, И вы будете воевать за честь, а не за смерть. Пожалуйста, коснитесь имприз друг друга. Все ясно. Борьба будет за честь благоволенных дам И за честь рыцарства, А не до смерти. Благодарю вас. Капитан зачинщиков Андрея Довен Предельно ясно объяснил, Как регулировались вопросы чести. Итак, прошу вас, Представляю вам рыцаря и его двор партии зачинщиков. Брат Вильгель Фронт Фримерс Гейм, Магистр братьев Тевтонского Иерусалимского Ордена в Ливонии И брат Ланбаршал Андрея Дестенберг Объявляют всем и каждому, Кто должен видеть или слышать эту грамоту. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Покорный слуга Господа и Церкви, Рыцарь из Дании, Андерс Хвиттур фон Брэйвик За многие заслуги перед Господом нашим Иисусом Христом И Орденом Братьев Христовых Жалуются Девятью Гакинами земли И поместьем Краслава. Итак, теперь я представлю вам Рыцаря партии зачинщиков Из кантона Ури Серж фон Унтервальден. Этот благородный рыцарь Не считает необходимым Зачитывать грамоту, Так как считает, Что его доблесть и слава Всем и так известно. И его герой продемонстрирует Грамоту маршалу И капитану Зачинщиков И защитников. Дело в том, Что просто в его свите Нет грамотных людей. Они умеют подавать коней, Умеют подавать оружие, Но не умеют читать. Все ее осмотрели. Это действительно грамота. И поэтому приветствуем рыцаря! Дорожайшие коллеги, Вы раскрыли всю интригу. Я же так тонко завоалировал. Итак, теперь я хочу представить вам Участников турниров Гомной номинации. Рыцарь партии зачинщиков Ватслав из Мстислава. Прошу вас, обратите внимание. Это очень необычный и старинный герб Польских земель. Скажите, будете ли вы засчитывать грамоту И здесь снять свой герб, Или вы позволите сделать это мне? Итак, этот благородный рыцарь Имеет черленый щит, Возлежащий же на нем серебряный крест, Разделяющий его на четыре равные части. В первой и второй частях щита Изображена старинная фигура Секорж. Кто в этом усомнится, Я того вызову на турнире. Пускай поднимет свой меч против меня. И мы посмотрим, кто из нас рыцарь, А кто нет. И тому будет свидетель Бог. Вы хотите бросить вызов Любому, кто может оспорить Утверждение, что вы благородный? Несомненно. Любому, кто может забраться на коня. Итак, конные номинации партии защитников Рыцаря Ольгерда фон Бернфайнда. Итак, я хочу представить вам Его чудный герб. На золотом поле Возлежит два черных стропила, Что, несомненно, символизирует Твою мощь и упорство в бою. А потому любому противнику Я бы не позавидовал. Итак, приветствуйте Ольгерд фон Бернфайнд. Итак, следующий рыцарь Со стороны партии зачинщиков Больдор Бен из Лимузена. Больдор Бен хочет предоставить Своего героя И все-таки зачитать грамоты, Несмотря ни на что. Но я не буду читать гербовую грамоту. Благодар. Барон Дарбьен Известием сил в этих странах Это и не близлежащим. Но никто не сомневается В его подлинности, Подлинности его грамот. Приветствуйте Ну, прошу вас Итак, следующий рыцарь Со стороны партии защитников Сбышка Збокоты Обратите внимание, Какой величина эта грамота Несомненно этот рыцарь в претензии Семья Господня Амінь Я, Владислав Божою милистю Король Польский Великий князь Витовский Як сучасник Такий прийдеш Всім, кому необхідно Представляючи грамоту Сину Роберто Микеліні І Гелени Домбровської Надається у володіння Містечко Баку Появился еще один участник конного турнира Это Эсквайр Но он дворянского происхождения И мы окажем ему честь Прошу продемонстрировать грамоту Имя Скажите имя рыцаря Эсквайр Габрель Деневиль Эсквайр Оружно сица Найджела Хартбанда Впишка Смельштена Лазурніший рыцарь Прямо мы в переносном смысле Посмотрите, как он лучше зарит Он слабоється за нам Милостью Божией Король Краковской земли Судомирской земли Саратской земли Польской земли Буявской земли Добрянской земли Поморской земли Русской земли Господр и Дедыч Вечный Землям тем обладатель Король велебный Газимир Ви Браво подоле Браво Итак, следующий рыцарь Со стороны партии зачинщиков Серж Дебе Проа Достойнейший рыцарь Его щит и герб Говорит о многом И мы знаем, что его доблесть Неоспорима Его прекрасный щит Рассечен наискось И имеет цвета лазури Благородная публика Разрешите представить вам Моего семьера Впервые я встретил его Близ Иерусалима Когда он умолился На горе О душах сарацинов Которых он убил Второй раз Наши пути пересеклись С ним в Италии Когда он доблестно Вырвал из рук бандитов Прекрасную даму В третий раз Мы встретились с ним В Индии Разрешите представить вам Благороднейшего Служителя Господа нашего Иисуса Христа Серж Дебе Проа Итак, еще один Очень и очень Преисполнение достоинства Рыцарь Дитмар Дитмар Фон Кертфилд Этот рыцарь непрост На его щите Возлежит лазурь Что символизирует Спокойствие Грозное спокойствие Облеченное Благородством и честью Его удары сражали Многих и многих Сейчас он Преисполнение Своего достоинства Хочет Сделать заявление Которое возможно Решит судьбу Некоторых из этих Участников Рыцарей Противоположной партии Прошу вас Дусье Почтеннейшая публика Скромному немецкому рыцарю Всегда приятно Внимание Столь почтенных гостей Я Не привык Много говорить о себе Как о себе рассказывали Мои будущие оппоненты Прекрасный рыцарь Больдер Пьен Рыцарь Серж Который истреблял В Индии редких животных Рыцарь Вацлав Ну и Какой-то прекрасный Оруженосец Чего имя К сожалению Не запомнил И вот Всех этих Благородных донов Я просто И без затей Выдвою на бой Когда Я буду Продвигать их Своим копьем Это скажет Обо мне лучше Чем всякие слова Грамоты И истребления Редких животных Спасибо Югард Фон Ай Наиблагороднейший Могущество Фон Ай Андре Д.О.В Направил меня к вам Во имя любви и дружбы Мой мансиньор Посылает вам Сей укороченный Тупой меч Как символ Не злых намерений Но добрых пожеланий Ради Рыцарской чести И удовольствия дам Принять этот меч Как символ Устроения турнира Прошу вас Он желает Устроить турнир Военный кубок Прошу вас Приветствовать С этого момента Рыцарский турнир Начинается Сейчас Начинаются Вызовы Бойцов Партия Зачистников Будет вызывать Бойцов Из партии Защитников Сейчас Говорилось о мече А у нас Есть сразу два Два Благородных двора Рыцарей И львецких земель Решили бросить Рубовой вызов Всем кто осмелится И биться 6 на 6 Сразу Есть ли на этом турнире Достаточно Храбрые бойцы Готовые Принять наш вызов И выйти И встать Перед гневом Швейцарских медведей Будет Будет Таковы Нашлись Да Выйдут Их Представители Вристалища Ибо Мы Хотим Видеть Их Партия Зачинщиков Есть ли Среди вас Такие Кто готов Принять Вызов Сэр Оливер Найтли Выносит Свой щит Мы Ценим Отвагу Сэра Оливера Найтли Но нам Нужен Еще Один Двор Как вы видите Щит Артемия Бричкалевича Также выносит Браво Браво И Приветствую Честь И доблесть Я отвечу Стихотворением Великого Бертрана Деборна Певца Войны Средневековья Лишь Тот Немил Среди Людей Кто В битву Ринутся Готов Кто Пылкой Храбростью Своей Течнит Сердца Своих Врагов Вы видите Длинную Пику Этим Копьем Они коснутся Щита Того Рыцаря Которого Пожелают Вызвать Киселис Вон Берн Вызывает Рыцаря Андреаса Бревика Андреаса Бревик Он желает Облачиться В доспехе Чтобы выглядеть Еще более Лучезарно Итак Представитель Рыцаря Андреаса Фон Бревика Выбирает Номинацию Щит Меч Следующий Рыцарь Витанс Фон Люгагихайм Прошу Передайте Этому Рыцарю Пику Гнева Пусть он Выберет Себе Оппонента Прошу Вас Кто Выбрал Оппонента Займите Место В теньке Отдыхайте Готовьтесь И так Витанс Фон Люгагихайм Пикой Пренебрежение Гнева Ткнул Щит Рыцаря Артемия Бричкалевича Сэр Артемий Бричкалевич Прошу Вас Объявите Оружие На котором Вы выбрали Сражаться Со своим Оппонентом Мы будем Сражаться На полу Дальше И отлетаешь Мене Понял Все Приготовились Начали Следующий Рыцарь Сэр Леон Манивье Марк Граф Бел Приски Сэрж Фон Унтервальден Прошу Вас Возьмите Пику Сэр Сэр Фон Унтервальден Выберите Своего Оппонента Продемонстрируйте Щит Итак Сэр Фон Унтервальден Выбирает В оппоненты Сэра Оливера Найтли Сэр Оливер Выбирайте Оружие На котором Вы желаете Сражаться Сэр Оливер Желает Сражаться На щитах И клинках Рыцаря Кисельоса Фон Берна А также Его оппонента От партии Зачинщиков Андерса Фон Брейвика Мессир Андерс Фон Брейвик Является Достаточно Испытанным Воином Который Сразил Своим Мечом И копьем Не один Десяток Противников Врагов Веры Христовой Но сейчас Он пришел На турнир Не для того Чтобы Убивать А просто Для того Чтобы Побеждать Поберуднейшие Господа Хочу напомнить Вам Турниров Знакомы Ли Вы Поднимите Правую Руку Вверх Если Это Так Благодарю Вас Рубите Канаты Начинайте Бой Прошу Отойте Остаются Только Маршалы Остановитесь Господа Господин Киселиос Вы Разрешаете Противнику Поднять Меч Благородный Поступок Аплодисменты Господа Господа Зрители Напоминаю Что Пеший Турнир Это Достаточно Остановитесь Господа Не менее Опасен Чем Турнир Конный Вот Ну и Как вы Видели Маршалы Завечают Несмотря На Тяжесть Доспехов Воины Вы Достаточно Бодро Поприветствую Бойцов Зрители Итак Рыцарь Будут Будут Сражаться На Полутораручном Оружии И Защищаться И Наступать На Свою Противника Они Будут Только Мечом Рыцари Вы Клянетесь Честно И без Подлости Драться Друг В Друг В Итак Рубите Канаты Начинаете Бой Да Прольется Кровь Бой Пеший Бой Проходит До Десяти Попаданий Сильных Попаданий По Корпусу И Главу В голове Противника Как видите Войны Присматриваются Друг Другу Никто Не хочет Получить Хороший Удар Который По-итальянски Называется Ляпост Де Фальконе Удар Сокола Рубящий Удар Сверху Такой Удар Мог Расколоть Шлем Противника Локоть Стоп Остановитесь Господа Поправьте Локоть Господа Оруженосцы Помогите Своему Сюзерену У него Срубило Кожаный Ремешок Которого Придерживают Итак Рыцари Готовы Продолжаем Стоп 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 Остановитесь Господа Маршалы Турниров Почитайте Пожалуйста Итак Маршалы Турниров Посчитали Количество Попадений 10-8 В пользу Рыцаря Витаса Фон Бой этот Будет Проходить Господа На Двуручном Оружии Поединок Этот Принципиальный Потому как Воины Вызвали Друг друга На Поединок Чести И Для каждого Из этих Рыцарей Этот Бой Будет Означать Очень Много Обратите Внимание Какой Прекрасный Комплект Начищенный Видно Оруженосцы Месяц Своими Ручками Готовили Два Месяца Миссер Рангольт Мне Подсказывает Готовили Этот Доспех К турниру Прекрасно Подготовленный Воин Люба Дорого Глянуть Сэр Леон Итак Господа Поединок Титанов Ребят Господа Зрители Классический Поединок Певших Рыцарей 15 века То что вы Сегодня Видите Такое Вы Не увидите Еще Долго И поэтому Для некоторых Это Впервые Происходит Ловите Мгновение Миссер Андре Использует Несколько Разных Хватов Левой Правой Рукой Видимо Он Одинаково Хорошо Орубит Разными Руками Своим Клинком Обратите Внимание У Миссира Андре На Левой Руке Повязан Шарф Шарф Повязан Шарф Его Прекрасной Дамы И у Господина Леона Такой Же Шарф Повязан На Клинке Остановитесь Господа Прекрасный Поединок Господа Зрители Хочу вам Сказать Что Те Поединки Рыцарей Которые Вы Видите В Фильмах Маршалы Турнира Не Засчитали Много Ударов Миссира Андре Так как Посчитали Что они Недостаточно Сильные Но Миссир Андре Заслужил Ваших Аплодисментов Господа Сэр Серж Пон Унтер Вальден И Оливер Найтли Итак Горн Возвещает Появление Рыцаря На Ресталище Итак Сэр Оливер Попросил Меня Объявить О том Что этот Бой Он посвящает Прекрасной Даме По имени Эйна Внимание Рубите Канаты Начинайте Бой Зрители Давайте Поддержим Поддержим Бойцов Господин Серж Как видите Использует Еще один Вид Клинкового Оружия Средневекового Фальшион Пехотное Оружие Рыцари Очень часто Вообще Брезговали Пользоваться Любым Видом Оружия Помимо Меча Потому что Меч считался Белым Благородным Оружием А все остальное Это было Для черни И холопов Вот Но Как показывала Практика Пехотное Оружие Очень часто Превосходило По своим Показателям Тактико Техническим Характеристикам Да Если можно И сказать Прошу прощения Свой французский Так вот Превосходило Рыцарское Оружие И многие Рыцари Не Брезговали Пользоваться Жестоверами Плавами Клепцами И прочим Оружием Которое Вскрывали Рыцарские Доспехи Противника Как консервная Бан Консервную Бан Так Победа Нашего английского Гостя Блестающий Рыцарь Андре Долараж И Сосердж Фон Клюген Какой прекрасный Рыцарь Надвое Немецкое На поле боя Не дави Метра Стоп 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 Сэр Найтли Вызвал Сэра Леона Де Маневье Итак Бойцы Займите Свои места Господа Поединщики Клянетесь ли вы Не применять По отношению Друг к другу Всякой подлости В этом поединке Итак Внимание Битва Стоп 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 Боржулы Битва Мы Итак Мы Видим с вами Очередной бой Над верночным оружием Напоминаю Что это Оливер Найтли Сражается С Леоном Де Маневье Стоп 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 Бойцы по местам Готовы? Битва Бой Стоп 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 Вероятным счетом 10-7 Побеждает рыцарь Оливер Найтли Приветствуем рыцаря Итак Этот бой Также посвящает Сэр Оливер Прекрасной Эйне Ну как видите На его Червленом поле Шествует Золотой петушок Символ Любви к женщинам А также Любви к дракам Поэтому он оправдывает Свои я Итак Поединщики Вы заняли свою позицию Аресталища Глянетесь ли вы Не применять по отношению К друг к другу Никаких подлостей Во время этого поединка Глянетесь Итак Внимание Битва Скажем так Нашему Английскому гостю Достался Крепкий орешек Воин очень быстрый Не всегда можно Отследить Путь его мяча И ноги Как мы видим Тоже Глоба бойцы Хорошо подготовлен Зрелищно Остановитесь Господа Нет 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 Прошу вас Сэр Оливер Разрешаете ли вы Селис фон Берн Подобрать оружие Вашему оппоненту Разрешаете Прошу вас Это благороднейший Поступок Который достойно Аплодисментов Не только зрителей Но и господ Участников Внимание Битва Дело в том Что если бы Воин Не разрешил Поднять Меч Своему противнику Опять Опять Мешаете ли вы Подобрать оружие Подобрать оружие Мастер Кисельос Разрешает Разрешает Конечно Я просто Преклоняю колено Перед благородством Этого воина Внимание Битва Остановитесь Остановитесь Которые Не существуют Аплодисменты Шепницарской Пехоты Перед которыми Стояли на коленях Все армии Сильных Миросева Те которые Повергали Страх и ужас Своих врагов Одним Своим Примляжением Короли Бугуртной Паре Сегодня Чемпион Битвы Наций И один Из них Ведас Фонд Сруги Камера Честь И слава Победителям Аплодисменты Зрители И конечно Аплодисменты Прекрасным Дамам И прекрасному Руководителю Двора Громкие Аплодисменты Не стесняемся Спасибо вам Уберем Внизу Руковод Руководителю 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 Субтитры создавал DimaTorzok